Приветствую вас. У меня сложилось такое впечатление, что вы пытаетесь опереться в отношениях на партнера. У меня сложилось такое впечатление, что в попытках опереться вы крайне слабо замечаете то, что происходит с вами вообще, в принципе. Какие чувства у вас возникают, какие желания, эмоции, и вы не умеете об этом говорить и выронять это. Словно говоря, вот эта позиция, которую вы транслируете, она замыкается сама на себе, вот, она такова. Я сама по себе мало что значил, вот, я хочу раствориться в другом человеке. Помогите мне отбросить мои сомнения и страхи, чтобы я могла это сделать. Но парадокс здесь в том, что если ваши страхи действительно станут меньше, и сомнений, и так далее, то вам уже не захочется распоряться в другом человеке, и полная вероятность, что вы почувствуете, что находиться в отношениях вам не нужных, и придется делать что-то другое. А это страшно. Почти всегда это страшно, понимаете? Почти всегда это вызывает страх, что снова. Поэтому мне кажется, мне кажется, что на данный момент вы бегаете по кругу. Сейчас вы хотите, чтобы мы помогли вам отбросить страхи и сомнения, для того, чтобы вы были в отношениях с этим человеком. Потому что вы боитесь, что если страхи и сомнения будут, то мужчины вас бросят. А даете ли вы себя отчет в том, что вы боитесь его потерять, и что на страхе потери строят отношения, мягко говоря, деструктивно? А даете ли вы себя отчет в том, что вы не очень в контакте со своей личной ответственностью, когда говорите, что вот, он меня возвращал, там и так далее. То есть, ну, вы же не какой-то предмет, вы же не какая-то вещь, чтобы вас возвращать. Вы личность, вы человек, такое ощущение, что вот момент в всем, когда вы говорите, что он меня возвращал, вы игнорируете факт своего выбора. То есть, как бы, вы свой выбор не делаете, делает выбор для вас. А вы, соответственно, делаете выбор для него. Поэтому здесь, как бы, нужно с личными границами работать и со стыдом работать. Стыд это такая вот подавленная злость, я бы сказал. И, вместе с ним, это тотальное непринятие. То есть, ну, вот вы что-то в себе не принимаете, вы что-то в себе отвергаете, отрицаете. Вот. С этим нужно работать. И, нужно развивать в себе доверие, доверие к себе саму или того, чтобы опираться на себя, а не хаотично пытаться опираться на других людей. И, вот, в данном случае, конкретном, вы пытаетесь опираться на одного мужчину, с которым у вас были отношения, и они закончили. То на другого теперь мужчину. Кстати, про отношения, не очень позитивная история. Заключается в том, что, завершив одни отношения, судя по всему, драматичные, вы вступили в другие отношения. Так получается, что вы вторым мужчиной пытаетесь компенсировать то, как вы поранились от первого мужчины. Притом, что вы сами в этой ситуации, ну, вообще, с собой не контактируете, и не умеете взаимодействовать со своей, например, болью, со своими ранами. Вот. Не умеете с этим обращаться, а пытаетесь раны заткнуть другими людьми. Ну, это позиция, опять же, она не очень хорошая. Понимаете, да? То есть, вот, тотальная невнимательность к себе. Тотальная невнимательность к себе. При этом, есть, ну, есть некоторые моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Вот, например, вы говорите. Меня смущает разница в образе. Восемь лет. И, значит, он настоявшийся человек, а я, значит, чувствую себя рыбинку. Ну, так, доля правды в этом есть. И разница в возрасте, существенная. И то, что он настоявшийся личности, а вы, может быть, еще формируетесь. Хотя, для женщины это в меньшей степени актуально, чем для мужчины. Но, все равно, вероятно, да. Вероятно, в 23 года вы еще формируетесь. Это правда. Дело здесь немножечко в другом. Дело здесь в том, что с вами происходит, когда вы чувствуете себя ребенком. Вы можете быть ребенком и не быть им, если вам хочется. Или вы становитесь ребенком вне зависимости от своего желания. Вы чувствуете, как это вас, условно говоря, контролирует. Если первое, все прекрасно. Наслаждайтесь тем, что у вас есть. Вы руководствуетесь стереотипами, может быть, и какими-то устаревшими взглядами. Вот. Те трудности, которые могут возникнуть, они несущественны, если есть чувства. Но если второе, то это проблема. Проблема не потому, что вы лишены выбора. Хотя это тоже проблема. Она не важнее и не слабее другой проблемы, которая заключается в том, что если в отношении какая-то позиция давлеет над человеком, то этот человек своего партнера не видит целиком, не видит полностью. Он видит его только в контексте своей позиции, которая над ним давлеет. И как эта позиция давлеет над ним, предполагая костное поведение, так этот человек, над которым эта позиция давлеет, от своего партнера предполагает такое же костное поведение. Что это означает? Жесткие требования, жесткие ожидания и такие же жесткие обиды, болезненные и прочее. Поэтому здесь все очень тонко, очень деликатно, индивидуально. И как бы нужно смотреть на то, как у вас это все развивается. Вот. Что такое стеснение? Ну, как бы я говорил об этом немножечко, да, касаясь стыда, вот. Дотронусь эту тему еще раз, скажу, что мне видится так, что стеснение, как и в любом другом чувстве, несколько важных моментов. Человек может не принимать какие-то ценности, может не принимать какие-то выборы, да, ну, например, человек выбирает не убивать животных, там, не ест мясо и прочее, 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 да, такая история. И попадает в ситуацию внезапно, что вот есть вообще нечего, кроме мяса, и не остается другого выбора, альтернатива, только смерть, как есть мясо. И понятно, что в этом случае человек будет испытывать стеснение, неловкость, стыд, и вообще злиться на себя. Это нормальные чувства, это естественные чувства. Они деструктивны, но они естественны. Прямо в этот момент человеку кажется, что он себя предает, в какой-то степени это так, но на разных уровнях. На разных уровнях по-разному. То есть на микроуровне он себя предает, на макроуровне то, что он испытывает стыд, означает, что он себя не предает, но человеку нужно это прожить. Всю полить, здесь соцснение нормально. Но когда человек чего-то хочет, когда человеку что-то важное, но он сценивается, потому что а он себя оценивает, б он знает себя недостойным, может быть вам показывает одно и то же, я хочу разделить эти вещи сейчас, что это проблема. И здесь работа, работа как самооценкой, так и с определенными требованиями к себе необходим. Вот. Это по сути то, что можно назвать в принципе личностным ростом и культивированием любви к себе. Вот. На этом все. Я надеюсь, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. и удачи. Спасибо.